Вечер добрый, дорогие друзья, с вами Муслим Муслимов, несмотря на то, что сегодня четверг, вечер, наша программа выйдет вне очереди, медицинский менеджмент, так называется наша программа, тема у нас сегодня современной цифровой технологии в здравоохранении, концепция умной клиники. В гостях у меня Балясников Максим Владимирович. Здравствуйте, Максим. Здравствуйте. Максим занимает должность генерального директора сети клиник центров Оскона Мед, входящих в Оскона Лайф Групп. Я знаю, недавно вы открыли клинику, у вас было шикарное открытие, к сожалению, мы не смогли посетить ее, но тем не менее, хотели бы, чтобы вы в первую очередь рассказали о клинике. Ну и хотел бы поблагодарить за то, что нашли время в своем плотном графике, мы состыковали общий график и смогли, так скажем, провести этот эфир, рассказать нашим слушателям, я думаю, много интересного. Первый вопрос, если позволите, Максим, тренды здравоохранения, какие видите, какие чувствуете, что воплощаете, что для вас цифровая клиника, как с ней нужно взаимодействовать пациенту, как с ней нужно взаимодействовать врачам, какие сервисы предлагаются у вас? Здравствуйте еще раз. Давайте начнем немножко сначала. Я хочу вас благодарить за то, что я сюда попал сегодня, имею возможность с вами разговаривать, но есть несколько поправок. Мы сеть клинических центров Аскон и Мед, я немного вернусь обратно к вступлению к нашему и скажу, что образовалась сеть, почему она сеть клинических центров? Потому что мы выстраиваем не медицинские центры в чистом виде, мы строим медицинский кластер, который включает в себя и медицину, и науку, и образование. Ну, об этом я могу рассказать чуть подробнее, если мы будем затрагивать эти темы. А сейчас давайте ответим на ваш вопрос. Ну, тренды в здравоохранении совершенно понятны. Частная медицина развивается, все больше центров частных, которые открываются, ориентируются на то, что делает государство, ориентируются на то, что спрашивают люди. Ну, собственно говоря, давайте разделим как-то на несколько частей, если можно, вот уточните тогда. Ну, обязательно уточню, так как у нас тема сегодня умной клиники, конечно, интересует тренды, которые завязаны на цифровое здравоохранение. Будем разговаривать о цифровом здравоохранении. Давайте поговорим. Ну, прекрасно, сейчас есть тенденция, и мы все знаем о том, что цифровые технологии входят в нашу жизнь, и это неизбежность. На самом деле, на самом деле есть две вещи. Часть компаний в рынке пытается развивать телемедицину как услугу пациент-врач. И даже тариф ОМС вышел на телемедицину. И даже тариф ОМС вышел, совершенно верно. А часть компаний развивает услугу в формате второго мнения. Это формат врач-врач. Мы пошли, в первую очередь, по второму пути, если мы говорим сейчас о дистанционных услугах. То есть, разобьем цифровые технологии на две части. Первая – это дистанционные услуги, вторая часть – это те услуги, которые мы оказываем непосредственно у нас в клинике. И как мы увязываем вот этот вот цифровой контур в наши медицинские услуги. То, что касается дистанционных услуг, все очень просто. Мы пошли по пути сотрудничества с регионами, там, где есть дефицит узких специалистов, дефицит высоких технологий, дефицит кадров. Там мы восполняем эти пробелы, предоставляя своих врачей, экспертов для уточнения диагнозов, для корректировки схем лечения, ну и так далее. Вы понимаете, это прекрасно. Работаем мы сейчас с несколькими регионами. Мы такие услуги предоставляем внутри, во Владимирской области, там, где у нас находится первый наш медицинский центр. Это первый клинический медицинский центр, который был открыт в сети клиник в 2015 году. И такие услуги мы предоставляем сейчас Сахалинской области. В ноябре мы подписали соглашение с губернатором Сахалинской области, с Валерием Игоревичем Лимаренко, о сотрудничестве в области предоставления дистанционных услуг. И сейчас мы на ежедневной основе, каждый день консультируем пациентов. Какая разница в часовом поясе, сколько стоит услуга? Ну, разница у них 9 часов. И услугу мы не можем расценивать по своим тарифам. Мы принимаем их тариф ОМС. А если говорить о разнице в часах, у вас 24 на 7 консультация? У нас консультация выстраивается в графике тогда, когда им, с их стороны, это тоже удобно делать. То есть, как правило, у нас консультации проходят с 7 до 9 утра по нашему московскому времени. У них, соответственно, это вечер, это, по-моему, что-то в районе 16 часов. Какое количество консультаций уже проведено и на какой объём вы хотите выйти в дальнейшем? Ну, на сегодняшний день мы консультировали пациентов уже из трёх районов Сахаринской области. Это три центральных районных больницы. Начали мы не так давно, но в ноябре мы уже проконсультировали, по-моему, порядка 45 или 50 пациентов. А объём, на который хотите выйти? Ну, планируемый объём у нас месячный, я скажу, что месяц, да. В месяц мы планируем выйти где-то на 700-800 консультаций. Скажите, в какой информационной системе вы работаете и ваш совет рынку, как быть вообще в медицинском центре, который хочет сделать умную клинику в выборе информационной системы? Почему спрашиваю? Потому что существует мнение на рынке о том, что существует два типа медицинских информационных систем. Плохие и очень плохие. Те, кто идёт вторым путём, первым вернее, пишут самописную программу и постоянно её дорабатывают. Под врача, который приходит, под задачи маркетинга, под СММ задачи и так далее. Каким вы путём пошли? Идеальный МИС не существует. Мы все это знаем. То есть первый вариант. Да, ни одна МИС у нас не работает в интеграции с тем функционалом, с которым нам хотелось бы, чтобы она работала. Значит, нам приходится дорабатывать это. У нас стоит медицинская информационная система инфоклиника. У неё есть свои плюсы, у неё есть свои минусы. Плюсы. Понятно, что она может быть доработана до каких-то вещей, а минусы в том, что это закрытая система. Она очень сложна в обращении, она тяжело наполняется дополнительным функционалом. Понятно, почему это происходит. Ну, медики меня поймут. И не только медики, управленцы тоже. Управленцы тоже, да. Нет сейчас универсального решения для предоставления цифровых технологий. Нет универсального решения, интеграционного универсального решения. Поэтому в любом случае приходится думать над платформой, которая объединит вот эти вот хвосты. С одной стороны, медицинская информационная система, с другой стороны, это видео и звук. С третьей стороны, это приложение пациента. С четвертой стороны, это лабораторная информационная система, ну и так далее. Чтобы все хвосты эти объединить. Еще один из документов оборудования, бухгалтерии, да? Еще один из, совершенно верно, да. Поэтому приходится в рынке выбирать среди разработчиков этих интеграционных платформ. И дорабатывать под свои нужды уже по конкретному заказу. Но мы пошли проще. Или сложнее. Мы подписали соглашение с компанией «Русатом. Инфраструктурные решения». Это дочерняя компания государственной корпорации «Русатом». О сотрудничестве в части разработки автоматизации процессов и интеграционных платформ для предоставления, в том числе и дистанционных услуг. Именно под нужды здравоохранения. Мы в этом сотрудничестве становимся площадкой, на базе которой отрабатываются процессы, на базе которой прописываются вот эти вот алгоритмы. И создается архитектурное решение этого проекта, а они являются разработчиками этого проекта. Естественно, мы участвуем в этом процессе, получаем для себя совершенно определенный продукт, который будет в будущем работать. Ну, по сути, это некая самописная цифровая система, по которой будут работать по алгоритмам все ваши другие кластеры, да? Совершенно верно. Или кластер в целом, клиники, в которые в него входят. Вот здесь надо поподробнее, потому что мы понимаем о том, что клиника – это название медицинского учреждения, где проходят, безусловно, научные исследования, где собирается статистика, она адаптируется. И то, что вы сказали, действительно подходит под формат клинического центра. А если говорить о кластере, что вы в это включаете? То есть это несколько клиник или это большое медицинское учреждение? Ну, я расскажу. Я расскажу. Мы давно занимаемся проблемой, в том числе воспитания и подготовки кадров, проблемой внедрения новых технологий и методов лечения. Мы занимаемся разработкой и усовершенствованием технологий и применением оборудования в процессе медицинских вмешательств. И мы сделали для этого несколько вещей, почему сейчас можно называться кластером. Начнем с образования. Первое. Мы открыли на базе Владимирской области, в двух общеобразовательных школах, мы открыли медицинский класс. Куда ребята формируются, начиная с шестого класса, и дальше они проходят профориентацию. С шестого класса они начинают получать информацию о медицине, о здравоохранении, о врачах, об услугах. И, по сути, это произошло три года назад, и сейчас, они учащиеся в девятом классе, мы уже понимаем, кто из них будет поступать в медицинские академии. В этом плане мы сотрудничаем с Ивановской государственной медицинской академией, с Приворским медицинским университетом, со вторым медом в Москве. И мы понимаем, что ребята, которые заканчивают школу и поступают в эти вузы, из них получатся хорошие врачи, потому что, создав у себя на базе определенную медицинскую школу и институт главных специалистов в основных профилях, мы понимаем, что информация доносится правильно, и ребята формируются в атмосфере отношения к медицине не как к способу заработать деньги, а как помочь человеку. — Максим Ильич, а какая у Вас цель при этом? Личная или командная? Вы фактически формируете новую идеологию у учащихся, далее они идут в институты, но, по сути, с одной стороны, Вы готовы заявить о том, что институты их где-то недостаточно обучают, а Вы дадите им новый взгляд? — Нет, совершенно не так. Путь такой, школа, потом поступление в вуз, потом возможность работать у нас. Здесь есть две цели, одна социальная, вторая бизнесовая. Если мы говорим о социальной цели, мы говорим о закрытии кадрового дефицита в будущем, то есть это стратегические цели. А если мы говорим о бизнесовой цели, то мы понимаем, что мы имеем специалиста, в которого нужно вкладывать минимальные средства на обучение, потому что он уже воспитан по нашим образовательным программам и работает в наших стандартах. — В стандартах Вы имеете в виду формат биоэтики и деонтологии? — Совершенно верно. — Или всё в медико-экономических стандартах? — Совершенно верно. Нет, в наших стандартах именно этики и деонтологии и восприятие этого бизнеса. — Вы знаете, солидарен с Вами хороший подход. Я когда-то долго бился с своими менеджерами, которые приходят из разных учреждений медицинских и пытаются работать у нас на базе. Всё закончилось очень простым методом. Есть такой фильм Джузеппо Маскатти, может быть, Вы слышали про него? — «Исцеляющий любовь» — это святой в Испании. Человек смотрел этот фильм, писал эссе, мы прорабатывали по эссе, и он был готов. Ну, из десяти трёх я подготовил, значит, семь, к сожалению, покинули, ну, примерно процент 30 оставался. Я вот хотел задать вопрос, а почему Вы не пойдёте путём сейчас формирования ординаторов? Всё-таки это же длинный путь, когда есть школа, когда есть институт, и только после института он приходит в ординатору. И как на него там влиять? То есть многие у нас или уходят из профессии, или уезжают за границу. Не проще ли сейчас вот сделать конкурс? Мы готовы обучать ординаторов? — Я только начал рассказывать о программе образования, которая у нас существует, и профподготовки. На самом деле мы уже являемся клинической базой для подготовки. По подготовке ординаторов у нас проходят ординатуру ребята, выпускники институтов, университетов и академий. — А на базе какой кафедры Вы это делаете? — Мы это делаем. У нас есть несколько кафедров в Приворском медицинском университете. Мы брали кардиологов, мы брали терапевтов, мы готовим хирургов. И сейчас мы расширяем это сотрудничество. Мы просто начали эту работу проводить в прошлом году. На следующий год у нас запланированы уже и хирургические специальности. Поэтому мы будем эту работу точно проводить. Это вторая тема в образовании. И у нас есть ещё две. Мы открыли Центры дополнительного профессионального образования. Один открыт на базе Владимирского государственного университета совместно с вторым медом. — Это в городе? — Во Владимире, да, это во Владимире. И вторую кафедру мы открыли на базе Ковровской государственной технологической академии. Это кафедра, которая занимается подготовкой инженеров по обслуживанию медицинского оборудования. — Очень достаточно воспринятая профессия сейчас? — Абсолютно востребованная профессия. Тем более мы понимаем, что если Центр находится в регионе, и у него скорость реагирования по инженерной службе в случае какой-то возникновения проблемы с оборудованием, она достаточно низкая. И нам такие специалисты нужны. Так мы её не просто открыли, эту кафедру. Мы опирались на ведущих мировых производителей оборудования и подтвердились с ними о поддержке этой кафедры. Они нас поддерживают методически, они поддерживают нас оборудованием, они поддерживают своей инженерной службой, они аккредитовали нашу инженерную службу для проведения ремонтов и обслуживания оборудований. И ребята проходят практику на базе нашего центра. — Какое оборудование стоит у вас? — Ну, у нас много оборудования стоит. — Давайте перечислим. — Ну, давайте. Давайте перечислим лучше группы, в которых стоит оборудование. — Как удобно. — У нас сердечно-сосудистая хирургия. Это основные точки компетенции, которыми мы занимаемся. У нас сердечно-сосудистая хирургия. У нас онкология, лоргия, гинекология, урология и офтальмология. Оборудование мы стараемся закупать. Это принцип и здесь, который продолжился в своих традициях и в Москве. Мы покупаем оборудование, мы смотрим на рынок, мы покупаем оборудование, обучаем врачей, стараемся приобретать самое современное. И у нас есть достаточно много единиц, которые мы приобретали сразу после получения регистрационных удостоверений в России. Ну, я могу привести пример. Это, например, видеопроцессор эндоскопический, там, Pentax I7010. У нас есть оборудование, ну, понимаете, очень сложно следить за этими вещами, на самом деле. Быстро усовершенствуется. Потому что оно очень быстро усовершенствуется, да. Но мы стараемся соответствовать этим трендам. И мне кажется, у нас такая команда ещё прогрессивная, врачебная, которая сама ещё отслеживает, подсказывает и учится. То, что касается кластера и то, что касается образования. Помимо того, что я сказал, у нас есть ещё и наставничество. То есть мы выделили точки компетенции определённые. И во главе этих точек компетенции стоят опытные врачи, которые имеют степень, звание, и которые являются в обязательном порядке определёнными членами каких-то ассоциаций по своему профилю. Это российские, американские, канадские, европейские ассоциации и так далее. Они стоят во главе направлений и воспитывают подрастающие поколения врачей, так скажем, передают их им опыт. На рабочем месте? На рабочем месте, совершенно верно. Какая численность у вас всего суммарно врачей? У нас на сегодняшний день работает 126 врачей в Коврове и работает 36 врачей в Москве. Это без медицинского персонала? А медицинский персонал, всеочисленность какая? Общая численность персонала у нас сейчас в Коврове 450 человек, и в Москве у нас на сегодняшний день порядка 70 человек. Банальный вопрос. Вопрос, в клиниках есть МРТ, КТ? Да. В клиниках есть МРТ, КТ. У нас есть полностью оснащённое отделение лучевой диагностики. Там есть КТ, МРТ, цифровой маммограф и рентген. Мы клиники замкнутого цикла на самом деле, и мы смотрим, у нас помимо того, что есть поликлиника и стационар, мы понимаем, что пациент просит сейчас комплексную услугу. И естественно, для этого всё сделано. У нас своя лаборатория, у нас своя ЛД, у нас лёгкая диагностика, тяжёлая у нас эндоскопия, функционалка, УЗИ. Естественно, всё это есть. Дорогие друзья, мы буквально на минуту прервёмся на рекламу, и через минуту мы снова с вами. В России ежедневно появляются около 80 тысяч новостей. Как разобраться в этом потоке новостей? Что на самом деле смотрят люди? Где самые интересные новости от разных СМИ? Медиаметрикс. Лучший и самый удобный агрегатор новостей. Кроме того, это живой рейтинг в реальном времени, в зависимости от того, какую именно новость пользователи социальных сетей сейчас смотрят и комментируют. Здесь можно посмотреть самые популярные новости за день, неделю, месяц по разным городам, странам и тематикам. Наберите в поиске Медиаметрикс и оставьте у себя на компьютере вкладку, чтобы она всегда была под рукой. Медиаметрикс. Свежие котировки новостей. Всегда под рукой. Итак, дорогие друзья, мы продолжаем. В гостях у меня Балясников Максим Владимирович. Тема у нас сегодня современные цифровые технологии в здравоохранении, концепции умной клиники. И все-таки мы поговорили сейчас о организационных процессах в медицинской части. Но я хотел бы переключиться на пользу пациента. Мы говорили о том, что есть формат образования для врачей, есть формат наставничества, есть реализованное уже процессное взаимодействие с большими производителями медицинского оборудования. Но все-таки, что такое умная клиника для пациента, как он ее чувствует, есть ли у него может быть личный кабинет, есть ли у него возможность консультации, передачи информации, к примеру, докторам зарубежным для второго мнения. И потенциально, как вы хотите ее ретранслировать, как вы хотите ее расширять, я имею в виду эту концепцию умной клиники. – Да, вопрос абсолютно понятен, и он достаточно сложный на самом деле, потому что в рынке никто не может найти сейчас оптимального решения взаимодействия с помощью цифр с пациентом. Делаются некоторые попытки установки приложения, предоставления каких-то дистанционных услуг, пытаются привлечь пациентов через различные ресурсы, но мы с вами понимаем, мы знаем, что это за ресурсы, можно приводить примеры, я просто не вправе, наверное, здесь это называть. – Нет, вы вправе, почему, давайте обсудим. – Ну давайте, есть же ресурсы, обычно это док-док, он-док и так далее, которые являются, по сути, лидогенераторами. – Для нас. – Для нас, да, но они не предоставляют ответной связи там и какого-то value для пациента, он ничего не приобретает, не приобретает, использует. – То есть, самый главный критерий – отсутствие доверия. – Совершенно верно, совершенно верно. Поэтому мы не хотим уходить в область как раз своей лидогенерации и делать какое-то приложение для пациента, который будет его пушить, помогать ему снимать одежду или давать таблетку в определенный момент. Мы это не хотим. Мы хотим наоборот. Сейчас основная идея компании в том, чтобы те пациенты, которые прошли у нас лечение, лечение в первую очередь в стационаре, либо это хирургическое, либо терапевтическое лечение, чтобы они имели возможность в любой момент получить консультацию врача, корректировку его лечения, чтобы они могли иметь возможность контроля исполнения своих рекомендаций, и чтобы они могли иметь возможность удешевления для себя этих услуг. – Интересный конструктор. – Конструктор интересный. Он у нас по необходимости, это в нашей стратегии, и мы хотим это сделать, потому что у нас сейчас, например, в Ковровскую клинику и в Московскую клинику уже формируется поток пациентов, которые в структуре имеют 65% за предельные, то есть, я объясню, есть внутренний поток, это в пределах населённого пункта, да, или в пределах района, а этот поток сформируется из соседних регионов. Сейчас, по сути, мы работаем больше на внутренний медицинский туризм. Так сложилось, и пациент, уезжая к себе, потом не имеет возможности, не имеет возможности часто приезжать, у него же есть определённый период диспансерного наблюдения, у него есть консультативные периоды и так далее, у него есть рекомендации, которые он должен исполнять. Например, если мы занимаемся аритмологией и ставим человеку электрокардиостимулятор, он же обязан к нам приезжать в течение, там, с определённой периодичностью на… Раз в полгода, условно. …перепрограммирование на коррекцию, да, совершенно верно. И он приезжает, потому что никто, кроме врача, научной консультации, ему дистанционно ничего не запрограммирует. Но какие-то промежуточные вещи, например, передача данных, ЭКГ, передача данных с этих электрокардиостимуляторов и так далее, он будет иметь возможность делать дистанционно. Сейчас мы переходим к установке, кстати, высокотехнологичных кардиостимуляторов с возможностью дистанционной отправки данных. Ну, смотрите, давайте профилософствуем. Возьмём, например, Японию или Европу. Когда есть форматы страхования для пациентов в зависимости от его образа жизни, страховка для них дешевле или дороже, почему в России это неприменимо сейчас или почему клиники не выходят с предложением снижения стоимости последующих услуг, если человек в период от полугода до года выполняет рекомендации врачебные. У нас всё-таки есть забытый 302-й приказ, 83-й приказ, это 302-й, по-моему, сейчас переписан, потому что это профосмотры, 83-й – это диспансеризация. Всё-таки никто это не отменяет, но, тем не менее, наши пациенты не всегда, так скажем, помогают врачу сделать себя здоровее. Как с этим быть, как считаете? И работаете вы в структуре ДМС? Да, мы работаем в структуре ДМС, но мне непонятно немножко. Знаете, давайте, если мы философствуем, то к картине ДМС вернёмся. Сейчас не надо никаких скидок из-за выполнения рекомендаций давать по ДМС, потому что рынок ДМС и так падает, и мы об этом знаем. Согласен, да. Переходить в личные продажи ДМС мы сейчас не сможем ввиду ментальности просто населения, оно не готово покупать сейчас индивидуальные страховки, работодатели оплачивают, они приучили часть компаний к этой сервисной услуге, к этому вылью, при устройстве к этому пакету. И сейчас всё на решении компании. Компании начали снижать стоимость ДМС. Это они в первую очередь влияют, а влияют они очень просто, потому что сейчас конкурентный рынок клиник начинает предлагать более дешёвые услуги, да, и, естественно, страховая компания заинтересована с одной стороны, работодатель заинтересован с другой стороны, ну и клиника заинтересована, чтобы получить хоть каких-то пациентов с третьей стороны. Вот они и обрушивают рынок ДМС. При этом мы понимаем с вами, что удешевляя свои услуги, клиники ещё и теряют, то есть они предоставляют услугу более низкого качества. Но, честно говоря, страховым компаниям наплевать на это, потому что им главное сэкономить свой страховой портфель, его оптимизировать и так далее, и минимизировать затраты на оплату фактически оказанных услуг или депозитных услуг. А работодателю в любом случае хорошо, чем меньше платят, тем лучше. Ну и есть клиники, которые наши, так скажем, коллеги, которые заведомо снижают цену и рушат рынок ДМС. Ну я об этом и говорю, да. Чем гордитесь? Наверное, тем, что мы сумели построить, ну на сегодняшний день всё-таки сумели построить бизнес в регионе, причём не в региональном центре, который работает сейчас в показателях, превышающих многих лидеров частной медицины и в центральных регионах, и в Москве. В рове пациента потока? Ну, я могу сказать, что сейчас у нас где-то порядка тысячи четырёхсот посещений в день, это то, что касается поликлиники. Ну и 90-коечный стационар у нас работает практически с загрузкой. А в квадратуре это сколько? Это 8 тысяч квадратных метров. 8 тысяч квадратных метров. Да. Это бывшая больница, бывшие учреждения? Нет, это построенные вновь здания, там была часть здания, это были бывшие офисные помещения, полная реконструкция, остался только скелет, а большая часть этого здания была построена вновь. Какой у вас объем выручки, я, по-моему, по ВДМЕКУМ и не помню, не видел. ВДМЕКУМ очень просто, мы по результатам 2016 года закрылись в ВДМЕКУМе на 72-м месте, открылись в 2015 году, в 2016 году мы уже попали в топ-100 на 72-е место, выручка была там 300 с небольшим миллионов. По результатам 2017 года мы уже 54-е место, 604 миллиона, и по результатам 2019 года мы закрываемся уже в годах там еще идти, и по результатам 2019 года мы в прогнозе будем, наверное, уже в первой тридцатке, потому что мы закрываемся почти с ярдом. Здорово. Если говорить о формате медицинского туризма, мы говорили немножко о въездном медицинском туризме, а все-таки о выездном, есть ли у вас пациенты-иностранцы и развиваетесь ли вы в этом направлении? Да, у нас есть пациенты-иностранцы, у нас с начала года мы обслужили 75 пациентов уже иностранцев. То есть для них цена такая же, как для отечественного пациента? Нет, не буду кривить душой здесь. Дороже. Да, для них дороже. Но для них цена формируется индивидуально в зависимости от того, из какой локации они приезжают. С СНГ или Перу? Ну, страны Африки, Арабские Эмираты или это США и Европа. В зависимости от того, да, какой рынок предлагает его родная страна по этой услуге. Планы по развитию. Понятно, вы озвучили уже ту планку, которую можете достигнуть в этом году, но все-таки если говорить о развитии в дальнейшем. Ну, на самом деле есть определенные стратегии, я пока ее озвучивать не буду, могу только сказать, что мы будем точно открываться, мы будем расти. У нас есть определенный, у меня есть определенная цель по доле рынка частной медицины. Какая она? Если не секрет. Всего 4%, как я понимаю, всего сейчас рынок частной медицины от всего, от всего рынка медуслуг. Нет, мы же с вами теневую медицину, вы туда включаете тоже. Нет, это официальная, без теневой. Если теневую, то это… Ну, это не 4%, точно не 4%. У нас в 2018 год 678 миллиардов, рынок частной медицины составил. И какую часть все-таки вы хотите занять? Ну, в ближайшей пятилетней перспективе, я думаю, что мы достигнем планки 2%. Это хороший показатель. И наши локации, где мы будем открываться, мы точно рассматриваем Приволжский федеральный центр и Центральный федеральный урок. Как набираете врачей? Есть специальная программа. Есть специальная программа у нас по релокации специалистов, по их отбору, оценке и так далее. Мы работаем исключительно с теми регионами, где есть… То есть, я могу сказать, что у наших врачей мы собирали, и команда формировалась в течение полутора-двух лет. Это одна была из самых сложных задач, которые мы решили на сегодняшний день. И выработали, приобрели собственный опыт и выработали определенные требования к этим врачам. Мы врачей собираем точно из регионов, где есть сильная медицинская школа по тому профилю, который нам необходим. Если касается хирургических профилей, то врач должен делать в год определенное количество операций, это должно быть подтверждено. Он должен быть известен в медицинском сообществе, но с точки зрения практика. И у него точно должно быть минимальное количество рекламации, и в идеале они должны отсутствовать. Но и трагенных ошибок, и не вовлечений быть не должно, это точно. Друзья, с нами был Максим Владимирович Балясников. Спасибо, Максим. Очень было интересно. Успехов Вам в реализации поставленных задач. Будем наблюдать и, возможно, сотрудничать. Спасибо Вам. Всего хорошего. До свидания, дорогие друзья. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok